В нашем детском саду психолог. 0,5 ставки. Детский сад весь коррекционный. Там несколько групп детей с ЗПР и несколько групп особо ребенок или детей с аутизмом. 0,5 ставки. Ну вы как дошкольные педагоги, как работники образования, вы понимаете, что он может по часам сделать 0,5 ставки с таким количеством детей? Когда мы попали под оптимизацию, я не специалист, я не понимаю в каких там ставках, кто кого сократил. Для нас это выглядело так, что у нас уволили тифлопедагога. Наши дети находились без тифлопедагога. За все эти годы нашего психолога, я даже не знаю, как зовут, мы его не видели абсолютно, когда была оптимизация, уволили ортоптиста. Больше года мы не получали в должном количестве лечения вообще. Для нас это означало упущенное время. Чтобы его не упустить, мы ходили платно куда-то и лечили глаза. И нам нахождение в специализированном садике не дало абсолютно ничего. И дети в садике, семьи в садике, они разные. У нас были дети, воспитывающие бабушкой, дедушкой. У них нету родителей, погибли. Есть дети из детских домов, их немало. Поэтому это обычные семьи. Они не могут столько денег дополнительно, находясь в спецучреждении, тратить на здоровье своих детей. А упущенное время – это ухудшение состояния здоровья. Это первый год мы учимся в интернете. Сейчас мы учимся в Олимпии. Моему ребенку нужен тьютер, он без него не может, у него начинается поведение. Он достиг определенного результата. А сейчас этот результат, который я достигала за счет своих денег, никто мне не помог. Уважаемые коллеги, у меня сейчас нет возможности ребенка водить не к логоведному психологу. Я шла в эту школу в надежде на то, что там нам это предоставят. Потому что это колоссальные деньги. У нас дети учатся по три часа. Три часа они не учатся, находятся. Коллеги, мы опять сейчас с вами говорим и приходим к той ситуации. Здесь нет руководителя образовательной организации. Мы говорим сейчас беспредметно. Нам нужно встречаться и говорить уже речи руководства. На школу сейчас у нас логопед один вообще и полставки логопеда. А нас, школьников, 66 человек. Полставки логопеда на 66 человек. У меня ребенок с логопедическими проблемами. Она включена в логопедический центр, в логопедическую группу. Логопед с ней занимался за год, за первый класс, практически учебный год уже заканчивается, один раз. Коллеги, я соглашаюсь. Полставки психологов, полставки логопеда – это, безусловно, некоррекционная помощь в полном объеме. Но каждый случай он индивидуален. И каждая школа, еще раз говорю, коллеги, каждое учреждение, она обладает автономией. И правообразовательная организация – руководитель формирования штатного расписания. Мы все учимся в этих школах, и все наши дети ходят в эти школы. И мы знаем, как у нас осуществляют поборы на все, начиная от мыльно-рыльных принадлежностей и заканчивая ремонтами, шторами. У меня в гимназии у ребенка обвалился потолок. Они эти 100 тысяч рублей собирали, я не знаю, там полтора месяца. О чем вы вообще говорите? Нам директор сказал, что мы вам купили учебники по постановлению. Мы вас очень просим, скиньтесь на полы, иначе мы провалимся. Комитет образования, да, сказал, мы готовы встречаться, мы тоже готовы были встречаться, мы встречались, мы видим, что конструктивного диалога не получается. Мы изучили это федеральное законодательство, не являясь юристами, не являясь адвокатами, не имея юридического образования. Мы готовы выйти на голодовку. Продолжение следует...